Привет! В этом упражнении мы с вами рассмотрим то, как в английском языке образуется множественное число существительных. Это происходит путем добавления к слову окончания "-и-с", или просто "-с". Некоторые существительные в английском языке могут быть только в форме единственного числа, либо только в форме множественного числа. Также у некоторых английских существительных формы множественного и единственного числа совпадают. Но об этих интересных особенностях вы узнаете чуть позже, а пока давайте рассмотрим основные способы для тех существительных, которые могут принимать форму единственного числа и множественного числа. Прибавлением окончания "-с", если существительное в единственном числе оканчивается на "-с", 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 "-ш", "-ч", "-о", или "-экс". Например, wish – желание, wishes – желание, inch – дюйм, inches – дюймы. Если существительное в единственном числе оканчивается на согласную, после которой следует "-й", то "-й заменяется на "-ай", и добавляется окончание "-и-с". Например, city – город, city – с города, lady – дама, ladies – дамы. Если существительное в единственном числе оканчивается на гласную, после которой следует "-уай", то добавляется окончание "-с". Однако данное правило не относится к словам, оканчивающимся на "-кью-ю-уай". Например, monkey – обезьяна, monkeys – обезьяны. Но soliloquy – монолог, soliloquies – монологи. Прибавлением окончания "-с", к большинству существительных в единственном числе, оканчивающихся на "-ф". Например, chief – руководитель, chiefs – руководители. Однако в следующих существительных, оканчивающихся на "-ф", или "-ф-и", множественное число образуется путем замены "-ф-и", и прибавлением окончания "-и-с", wife – wives – жена-жены, leaf – leaves – лист – листья, и другие.